Акция «Спасибо докторам» продолжается. При поддержке фонда президентских грантов Минздрава Чувашии и культурно-выставочного центра «Радуга» в городском клиническом центре организована комната психологической разгрузки. Теперь и в больницах медики смогут отвлечься от тяжелых будней. Выставочные ширмы развернулись в местах отдыха медицинского персонала в семи клиниках Чувашии. Социальный проект арт-аптека бойцов «Ковидного фронта» по замыслу авторов должен снять синдром профессионального выгорания медицинских работников красной зоны. Пандемия разделила жизнь на до и после. Тяжелее всего пришлось медикам, работающим в красной зоне. До начала пандемии мы не работали в защитных костюмах, но мы уже к этому всему привыкли, что даже сейчас не замечаем, что нас запотевают очки, что нам тяжело дышать в респираторе. В таких комнатах не увидишь белых халатов и медицинских инструментов. Вместо них непривычные кисти и краски. Комплект каждой арт-аптечки включает 24 произведения живописи в технике Жикле, выставочную ширму, кресло-мешок, светильник, портативную колонку со звуковой картой, мольберты, материалы для творчества, методические рекомендации по творчеству. Эмоционально тяжело воспринимать, когда больные, которых ты знаешь, которых ты принимаешь, они потом умирают. Приходишь на следующее дежурство, их уже нет. Они поступают еще с надеждами, с планами какими-то, и просто приходишь, и все, человека нет. Это, конечно, очень тяжело переносится, и их немало. Открытие этой площадки помогает нам эмоционально разгрузиться. Все-таки творчество, оно способствует возникновению каких-то положительных эмоций и, в общем-то, в какой-то степени, возможно, нейтрализует те отрицательные эмоции, которые мы получаем. Спокойная музыка, виртуальная реальность. Вот она, прогулка вместе с художниками по лесным дорожкам, горным тропам и долинам. Я сама тоже и врач, и художник. У меня две профессии. Терапия включается в работу правое полушарие головного мозга, и включаются дополнительные резервы. Да есть такое слово «нужно», «время выбрало нас». Поэтому бывает и трудно. Но вот такие вот комнаты, как арт-терапия, они, конечно, нам помогают. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.